Садоводолюбители Другими беспозвоночными Которые досаждают вашему саду И казалось бы, при всей простоте этого способа И метода борьбы В нем все равно есть свои нюансы Ну, самое понятное и простое, что можно придумать Это повесить кормушку В тот период времени, когда птицы Действительно в этом нуждаются Летом они вашу кормушку посещать не будут В силу того, что корма им хватает и так А вот зимой, особенно в конце зимы Когда пищевые запасы истощены И искать им Так сказать, пропитание все труднее Труднее, такая кормушка Будет как раз кстати Она может быть в любой конструкции, такая, как вам нравится Самое главное Здесь, что туда положить И как часто Дело в том, что мы для того, чтобы В саду сделать привлечение птиц эффективным Должны не кормить птиц И не закармливать птиц А именно подкармливать О чем это говорит? Это говорит о том, что В кормушке корм должен находиться Не постоянно Вы должны пополнять эту кормушку От времени ко времени Чтобы птицы не разучились Самостоятельно искать корм Чтобы они не привыкли только К одному типу корма Например, к подсолнечным семечкам Или к семенам проса Или еще чему-то Кроме того, это заставит птиц Периодически посещать это место Для того, чтобы проверить Есть там корм или нету Если он здесь будет постоянно Это будет означать, что птицы Привыкнут к этому месту Будут здесь все время нахлебниками Кормиться и перестанут трудиться И выискивать всевозможных вредителей По всему вашему саду Однако же, если корм будет только здесь Иногда, в этом случае Птицы будут приходить сюда иногда А остальное время проводить Вблизи этого места Уничтожая вредителей в вашем саду Кроме того, для таких птиц, которые Остаются в вашем саду на летний период Это будет благоприятно Для того, чтобы они привыкли к этому месту И в течение лета Также искали себе здесь корм И избавляли вас от вредных насекомых И других из позвоночника Какие же птицы являются наиболее удачными Для привлечения в сад? Конечно, синицы Синицы являются главными помощниками И главными тружениками в нашем саду Для синиц лучшим самым кормом является Подсолнечные семечки Их можно купить мелкие Они продаются специально для подкармливания птиц Это могут быть специальные кормовые смеси Приготовленные для кормления В том числе домашних птиц Они содержат проза, конопляное семя Другие семена растений И синиц также очень хорошо подкармливать салом Про сало расскажу чуть позже А сейчас скажу, что не нужно класть кормушку Кормушку нельзя класть, конечно, хлеб Хлебные крошки Кормушку нежелательно класть Различные остатки с нашего стола Например, те же макаронные изделия Или остатки каш Они замерзают, они размазываются И они не являются физиологичным кормом для птиц Бытует мнение, что очень хорошо на деревьях И на кустах оставлять какое-то количество ягод Для того, чтобы птицы могли прилететь И зимой полакомиться этими ягодами С точки зрения птиц, да, это очень хорошо Можно оставить калийну, рябину, черноплодную рябину Другие фрукты и ягоды Однако же, эти фрукты и ягоды Привлекут в первую очередь тех птиц Которые летом будут питаться вашим урожаем То есть, нужно исключить возможность прилета в ваш сад Дрозда рябинника, ну и других зимующих видов Которые лакомятся ягодами Остановитесь лучше на кормушке С сухими кормами в виде подсолнечных семечек Тыквенных семечек Ну, семян проса и других растений Что касается подкормки салом Синицы очень любят сало Но, когда вы вешиваете в саду сало Может так случиться, что сюда прилетит ворона И ваше сало, или галка, или сорока И от вашего сала ничего не останется Я рекомендую вам класть сало Не просто подвешивать его на веревочку А класть его вот в такой мешочек Я его срезал с фухта С большого грейпфрута, которого купил в магазине Ну, кроме того, что можно птиц подкармливать салом Можно также их подкармливать и сливочным маслом Только ни в коем случае не маргарин Технология подкормки очень простая Кусочек масла или сала Вы кладете в мешочек В мешочек завязываете какой-нибудь любой бечевочкой И плотненько подвешиваете на ветку Завязываете крепенько здесь узлом И в таком виде оставляете птицам Периодически подкладываете туда добавку Заменяете эту подкормку на более свежую В таком случае синицы привыкнут к вашему саду Если вы не будете их закармливать Они будут очищать именно ваш сад От зимующих личинок и самих насекомых А также останутся здесь на все лето Для того, чтобы помогать вашему саду Не страдать от вредителей Я благодарю вас за внимание Я благодарен вам, что вы с нами Чтобы не пропустить наши новости Подписывайтесь на наш канал Нажимайте красную кнопочку внизу под видео Нажимайте на колокольчик, чтобы быть уверенным В том, что наши видео придут к вам точно Я буду рад увидеть вас снова Всего хорошего!